Здравствуйте! Сегодня хочу вам предложить приготовить пирог с мясом и с картошкой. Что понадобится для теста? Мука, просеянная высшего сорта, яйцо, сухие дрожжи, молоко, сахар, соль, растительное масло. Для начинки мякоть свинины, сырой картофель, лук, лавровый лист, сливочное масло, соль, перец черный молотый. Еще на стол я не поставила яичный желток для смазывания пирога. В миске, в которой будем замешивать тесто, выливаем 250 миллилитров молока теплого 35 градусов. Добавляем к молоку сухие дрожжи 10 грамм. Размешиваем и даем время раствориться дрожжем. Прошло 10 минут, дрожжи растворились и поднялись. Появилась такая дрожжевая шапочка. Добавляем одну столовую ложку без горки сахара, пол чайной ложечки соли, одно яйцо, две столовые ложки растительного масла. Все размешиваем. Здесь у меня просеяно 3 стакана муки. Уместимость стакана 250 миллилитров. Добавляем муку понемножку и замешиваем тесто. Уберу ложку и буду замешивать рукой. Высыпаю оставшуюся муку и продолжаю замешивать. Добавлю еще где-то пол столовой ложки растительного масла на тесто. И продолжу месить где-то минуту-две. Ну вот тесто я вымесила. Тесто готовое. Вот оно такое получилось. Очень эластичное, мягкое. К рукам не прилипает. Складываю в миску обратно. Накрываю пленочкой. Ставлю в теплое место и даю время подняться. Прошло 40 минут, как мы поставили тесто подходить. Готовлю начинку. Понадобится свиной мякоти 400 грамм. Такие кусочки, как на отбивные. Я их сейчас отобью, как на отбивные, тонко, чтобы мясо было тоненькое. И тонко нарежу соломкой. Вот так вот тонко отбила мясо. Видите, тоненькое-тоненькое оно стало. Ну где-то толщина может быть 2 миллиметра. Сейчас его нарежу тонко-тонко соломкой. Разрежу наполовину. Вот такой соломкой. Нарезаю все мясо. 2 сырых картофеля нарезаем мелко кубиками. Вот такими кубиками мелкими. 2 репчатых лука нарезаем мелко кубиками. Так как у меня маленькие луковицы, я взяла 2. Если у вас крупные, можно взять 1 луковицу. Тесто подходило ровно 1 час. Увеличилось в 2 раза. Присыпаю стол мукой. И выкладываю тесто на стол. И раскатаю в круглую лепешку. Муки буквально немножечко, чтобы тесто не прилипало к столу. И раскатываю скалкой в круглую лепешку. Ну вот круг я раскатала. Толщина теста где-то 3 миллиметра. Где-то приблизительно так. На одну половину теста, вот так вот на одну половину, разделяю ее. Выкладываю мясо. Начинку до самых краев не выкладываем, так как мы будем защиплять. Где-то сантиметр оставляем без начинки теста. Сверху мясо солим и перчим по вкусу. На мясо выкладываем нарезанный мелко кубиками картофель сырой. Картофель солим по вкусу. Перчим. На картофель выкладываем мелко нарезанный кубиками лук. И сверху на лук нарезаем 40 грамм сливочного масла. Если у вас мясо жирное, жирком, тогда конечно масла нужно поменьше. Так как у меня мясо не жирное, 40 грамм. Сливочного масла будет достаточно. Такими маленькими кусочками нарезаю и раскладываю. Две лаврушечки, вот таких маленьких или одну большую, разламываю на 6 частей и выкладываю наверх. Накрываю начинку второй половиной теста. И защипляю тесто как вареник. Нижнюю часть теста наверх. И пальчиком защипляю. Противень, в котором буду выпекать, смажу растительным маслом. Аккуратно переложу в противень, чтобы не порвать его. В верхней части теста сделаю маленькую дырочку. И оставлю пирог в теплом месте для расстойки на 30 минут. Прошло 30 минут. Пирог подошел. Смажу взбитым желтком. Ставлю пирог выпекать в разогретую духовку до 200 градусов до готовности на средний уровень. Переложу его на досточку. Накрою пирог полотенцем и выдержу 20 минут. Прошло 20 минут. Верх пирога смажу мягким сливочным маслом. Ароматный. Режу такой аромат. Вот так пирог выглядит внутри. Еще горячий он. Приготовьте. Порадуйте своих близких. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите в гости еще. До свидания. Переставить такие непонятно, правда ли. Потому что, closingustPass для укрепающим эр Carroll для ratа. Удерживаю варианты краски области. На м Doncanan noticed здесь прохожки. Продолжение следует...